Донатная философтура Ой, что здесь история очень красивая Ну, лекции В этом похоже Да, занимаешься любовью и лекции читаешься Это, во-первых, не то ирония, это смешно Это просто гениально Никто такое ещё не подумал Кроме, не знаю, не скажу Короче, я это должен реализовать Но тогда, главное, что Никто не обердил Если что, я первый буду Да, скорее всего Не разрешать лекции читать Ну, читать, точнее, говорить Короче, я буду во всей своей красе Потому что я болен Не нужно снимать всё Потому что Я читаю постоянно Все эти философские миссии у меня Рождаются в голове И ещё потому что я Ну, третий факт, который нужен на Пронхабе У меня тоже хорошо посыствует Очень мощный Потому что я буду Буду успешен Вообще, я первый За столбил людей Можете осуждать меня Не вообще пофиг Потому что я сквозь дохну Ух Ой, блин Только вот девушку надо найти такую Хорошую, которая Поймёт это Ну, здесь Да Да Я разговариваю сам с собой Как моя бабушка Какое ведро брать Что поливать Что поливать Что поливать Мокрые 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 А малину А малину А малину Тоже излейки Подожди, по-моему, она говорила поливать или не поливать это дерево А по-моему, она говорила, что не надо Она меняла своё мнение Ну, я так пролю, что из ведра не останется В ведре не останется воды Какие вещи, конечно, у меня не реализуются Так Походится это просто сказки Камыч Лекции в окне никому не нужны Я думаю, вообще я просто Аху-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Я лью с той стороны Ты видишь, что выливается на заднюю тяпку или что-нибудь Но, Саша, ты что дурью маешь тут? Я вот, вливаю здесь Ты что-то отсюда выливать? Ты там наливаешь, отсюда выливается Ты что совсем ебнулся? Перестань поливать, щука Иди возьми тяпку и засыпай здесь землёй Ты что издеваешься, идиотничаешь Какие идиотничаешь Ты видишь, что надо переключить здесь Вот уже Абсолютный идиот Абсолютный идиот Да Какие ватни Какие ватни Что ты ходишь? В камуфляжные штаны Так ты сними, чтобы загореть, Мария, хоть немножко Не хочу Пришёл работать он, загорать Поливать? Вон, малину поли Да Вон, малину получился Ты видишь, переливается Ты поливай потихоньку Ты что делаешь? От бога Всё переливается Как ты потихоньку и поливай не в одной карьеру на все равно выливают с другой стороны поливай слушаюсь потому что я дура у меня нет зрения тупой мозга нет это правда я не издеваюсь это лучше лейкой поливать потому что я тупой не надо уже поливать вот здесь он засох прикажи откуда брать вот здесь бабушка она бытовой командовала так я никем не буду командовать просто рисовать мизажи на стенах серых понимаешь не понимаешь что я больно кому это не надо я больной да 17 лет лисую бесплатно до горла ничего не получается это не так что можно об этом повторять салфхарм шрамы остались они останутся на всю жизнь я пробую разное пробую на лице себе написать всякие гадости хотите чтоб прохожие снимали меня на телефон выкладывали паблик обоёбы железногорска когда я с бабушкой был она горел сверху леет я просто не понимаю а это надо вот сюда не надо не надо выливать воду отсюда хорошо я отсюда вывезла не надо больше здесь брать там все будет подошвы видят да мне там голову скоро напечет я стану еще большим дурачком я знаю где костюм лежит если она их прячет поливать вот здесь сухое здесь но он влюл а не влюдаясь и что влюдаясь так не влюдаясь не влюдаясь а не влюдаясь Её нужно из лейки поливать. Я бездарный споразит, тунеядец, проглотит. Смотри, как мама меня ругает за ничтожество. Сексизм, эйджизм, мне много лет, мама ругает. Давай напиши сексизм, эйджизм. Иди, поливай, поливай. Поливай, поливай. Поливай. Порк из комплейт. А теперь перегину перебал. И так, это перебеска. Напиши там, где сексизм, эйджизм. Коментарь. Что я поменять здесь ещё напишу. Не работаю, нифига. Ты сидишь в офисе, ты же там, труженик. Лесо, лесной, сказочный труженик. Сидишь там, в своём кабинете. Смотришь на кое-что. Появляешься. Труженик видит. Боже, спросит тебя, что ты занимался сегодня? Что ты ему скажешь? Я скажу, что я рисовал тысячу картин. Да, я не очень хороший человек. Но я хотя бы не сидел в офисе или в больнице какой-нибудь, вот. Или ещё где-то. Я не занимался сегодня. Я сейчас и вырву, что-то. Сюда я улыбну. Это не заняла. Ваши штаны распилились. Вот сюда, на борозду. На борозду? Борозда, знаете, какой-то? Нет, я твой. Где борозда? Вот ты идёшь по мне. Вот сюда, что ли? Это что, нормально, по-твоему? Да нужно сюда, где борозду. Очень сильный. Очень сильный. А меня одесса Александра Леонидовна. Как мне-то художник. Ничего не умеет. Я привык к этому. Я принимаю один флоксидин с утром. Венгерс, австрийский. 2 миллиграмм. И четвертинку флоксидина 2,5 миллиграмм. Чтобы усилить низкую его. По краю пройтись. Пройтись по краю невоскрёба. Я не могу. Это что мы дома сегодня увидим. Можно назвать песню? Я не успею мучиться. Всё здесь полито. Вот здесь всё полито. Мне бы надо надеть на голову что-нибудь. Иначе я отупею ещё больше. Вот висят какие-то фиговины. Вот висит тут. Надеюсь это поможет мне. Там есть что одевать? Иди посылку оденем любую. А марлю что-то не пойдёт? А где? Я настолько агрессивен, что когда на меня орут я... Агрессия, отвечаю на агрессию. Офигеть. Какой я патологически злобный. Да... Жёстко. Да блёх. Не могу завязать марлю что-то. Чё дурью моя какую-то марлю нашёл вот сна. Добрые слова. Тебя слышу, мне нравится. Буду ещё спрашивать. Такой злой. Такой злой. И патологически агрессивный. Интересно. Добрые слова. Слышу я каждый день. В свой адресу. У бабушки. Я люблю женщин. Я люблю девушек. Они меня не любят. Думаю, психологи знают причину. Потому что меня орали с детства. Угрыжали бабушку с мамой. И у меня остался патологический страх. Тревожный. Тревожность. Ещё потому что в России специфическая страна. Мы не будем об этом говорить. Какая тема. Ну она как бы нормальная страна. Лысоруд. Унижает. Потом начинает на тебя орать. Матис сказал. Когда мама начала истерично на тебя орать? Сразу или... Он сказал сразу. Он сказал точную. Точную дату. Сразу после свадьбы. Я сказал. Понятно. Чёткий ответ. Чёткий вопрос. Чёткие ответы. Всё. Ты будешь на меня, если я найду девушку, будешь на меня орать. Я просто... Как и многие мужчины. Подохну просто. Всё. С разрыва сердца. Или фарта. Государство выгодное. Ты понимаешь. Ты работаешь на государство. Оно тебе внушает. Общаться по-хамски. Но я всё равно люблю девушек. Поэтому... Вот такая вот дилемма. Какую девушку здесь не найдено. Всегда будем так всю свадьбу орать. И командовать. Она меня будет называть главой семьи Тираном. За то, что я поцелую оставляю. Буду целовать её, знаешь, здесь, 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 здесь. Снова до головы. Там будут среди такие поцелуи. Поцелуи. Они будут говорить, фу, какой твой муж Тиран. А она скажет, да, Тиран, гад он. Да, да. Вот такая вот... Ситуация.